Привет, мои дорогие подписчики, меня зовут Роман, и у меня хорошие новости для вас. Наконец-таки на мой канал вернулась рубрика «Чё там у Курта Кобейна?». Давно её не было, полгода примерно. У меня даже уже волосы успели отрасти, а на одном из аукционов успели продать две гитары Курта Кобейна. И сейчас я вам о них расскажу, но сначала небольшая реклама. Как часто вас просят блогеры подписаться на их инстаграм? Я думаю, что часто. Но как часто вас просят подписаться на инстаграм Курта Кобейна? Это именно тот случай. Подпишитесь, пожалуйста. И купите уже кто-нибудь у меня рекламу за деньги. В мире всё меняется. Проходят годы, но неизменным остаётся только одно. Это гитары Курта Кобейна, которые продают на аукционах. В этот раз было продано две гитары. Первая гитара — это белый фендер, на котором Курт Кобейн отыграл концерт в Аргентине в 92-м году. А в конце он, конечно же, его разбил. Вот этого было бы уже достаточно, чтобы продать эту гитару за большие деньги. Но также эта гитара была подписана Куртом, Крисом Новоселичем. А Дэйв Гролл, когда ему дали маркер, он написал на гитаре целое стихотворение даже. Вообще, тот день какой-то был у него особенный, потому что несколькими часами ранее он играл на детских барабанах во время одной из песен. Такая вот интересная история. И вот за эту гитару, точнее за то, что от нее осталось, кто-то отдал на аукционе 153 тысячи долларов. Поздравляю этого человека с удачным приобретением. Второй инструмент — это черный фендер-стратокастер, на котором Курт отыграл концерт во Франции в феврале 94-го года. Получается, всего за несколько месяцев до своей смерти. Хоть эта гитара и выглядит целой, но, как оказалось, на предыдущем выступлении Курт разбил ее. Потом на ней заменили гриф, и вот в таком виде Курт отыграл концерт, после чего не стал ее разбивать, а просто подарил кому-то из фанатов. Прошло 30 лет, и эта гитара была продана с аукциона за 128 тысяч долларов. Круто! Поднимаю этот бокал с водой за... Кому-то могут показаться эти суммы сумасшедшими. Ну, во-первых, ребята, это Курт Кобейн, камон. А во-вторых, это уже история. Таких вот гитар, все, они единичные экземпляры, и их никогда больше не будет. Но у меня есть одна похожая. Вот такой вот белый сквайр. Его Курт Кобейн не разбивал, зато его погрыз мой мопс. Эту гитару я готов продать всего за 999-999 рублей. Если вы вдруг заинтересованы, напишите мне в сообщение личное. Но если говорить серьезно, то 281 тысяча долларов это 21 миллион 500 тысяч рублей. Если бы меня вдруг спросили, Роман, что бы ты выбрал за эти деньги? Две гитары Курта Кобейна? Шесть квартир студии в новостройке в Кудрово? 26 тысяч билетов на концерт Ганвеста в Твери, который будет 7 мая? Или может быть 460 тысяч сырков Б.Ю Александров в белом шоколаде? То я бы ответил. 24 сырка, коробка, короче, Б.Ю Александров, сырков, и две гитары Курта Кобейна. Потому что я считаю, они стоят таких денег. Но пока что этих денег у меня нет, и поэтому я купил струны Эликсир за полторы тысячи. И вот эти вот по 500, Дио Дарио. Струны Эликсир. В интернете пишут, что они очень хорошие. Их я поставлю на свою гитару Hello Kitty. Обязательно потом в других видео покажу вам, как они звучат в сравнении со старыми струнами, которые я не менял 3 года или 2. Вот эти струны я поставлю на Дейзи Рок, бабочку. А вот эти я поставлю на свою новую гитару. Потому что я купил себе новую гитару. Давайте сейчас интерактив снова устроим. Остановитесь и напишите в комментариях, как вы думаете, что же там за гитара у меня в чехле. Ни за что вы, конечно, не догадаетесь, что там за гитара у меня. Вот такая вот гитара Дейзи Рок сердца. В следующем видео обязательно сделаю на нее подробный обзор. Все вам расскажу и покажу. А на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Спасибо вам просто за то, что вы есть. За то, что я есть. Увидимся совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok